Слабоалкогольные напитки, которые так любимы многими, стали отравлять не только печень, но и забирать жизни людей. В регионах России началось массовое отравление фруктовым напитком мистер сидр. Накануне число летальных исходов достигло цифру в 20 человек, но пострадавших оказалось намного больше. Пока идет разбирательство со слабоалкогольным напитком, врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших. Как оказалось, в мистер сидр вместо этилового спирта был найден метиловый, который по своему составу схож с этиловым. Отличительной чертой метилового спирта является то, что при попадании в организм человека образуют крайне ядовитые кислоты, которые и приводят к летальным исходам. Иногда алкоголь фальсифицирует добавлением вместо этилового спирта в напитки других спиртов, в частности метиловый, который, конечно же, является ядом, безусловно, достаточно сильным. О чем говорят? О том, что этот сидр как минимум был не настоящий. Это был напиток, имитирующий сидр, который сделали не путем брожения яблочного сока, а путем смешивания чего-то сокосодержащего с чем-то спиртосодержащим. Это что-то спиртосодержащее содержало не тот спирт, который нам нужен. Спирт является побочным продуктом брожения и для нашего организма является сильнейшим ядом, который, к сожалению, невозможно распознать органолептически. На вкус отличить наличие метилового спирта невозможно. Противодействием метилового спирта является этиловый спирт. Однако это можно делать только в медицинских центрах. Когда мы видим, что с человеком стало плохо, он чувствует симптомы отравления метиловым спиртом. Уже кроме скорой помощи фактически мы помочь серьезно не можем. Промывание желудка вряд ли поможет, потому что метиловый спирт уже в достаточном количестве впитался и циркулирует в кровотоке. И тут помогут только врачи скорой помощи, скорее всего. В социальных сетях тема отравления слабоалкогольным напитком вызвала резонанс. Пользователи требуют убрать с продаж напиток, который повлек за собой такое количество смертей. Но можно ли заблаговременно узнать качество алкоголя? Например, как с этой задачей справляются бары? Это непросто, но в принципе возможно. Есть такое понятие, как эгоиз или честный знак, который отсматривает, отслеживает качество напитков, которые приходят нам на рынок. И через арцизы, которые в скором времени появятся и на фасовочном пиве, можно будет отсматривать качество. Ну и естественно, конечно же, по составу. То есть, когда вы видите чистый состав, который можно сравнить с ГОСТом, то значит пиво в принципе неплохого качества. Но это опять же иногда сложно. Как оказалось, популярность фруктовому напитку принесла сладкая цена – 150 рублей. Вот цена, которую люди платили за свою жизнь. Стоит отметить, что такая низкая цена на алкогольные напитки уже должна была смутить покупателя. Цена на тот или иной продукт не всегда складывается лишь из-за качества сырья, потому что производитель может сэкономить на логистике, может сэкономить на дизайне этикетки, предположим. И, как правило, зачастую бывает так, что на большой объем есть малая цена, и это вполне нормально за счет объемов производства. Поэтому, в принципе, за малую цену можно купить все, что угодно. Главное – отсматривать его качество и то, как оно и где производится. Сейчас дело о смертельном фруктовом напитке продолжает расследоваться. Лишь в Ульяновской области было изъято около 250 литров мистера Сидра. Как будет продолжаться расследование и кто понесет ответственность за смерть людей – покажет время. Адалина Амдрахманова, Фаридзе Хитоглы, Универниус.